OBD-2 код неисправности Техническое описание, управление нагревателем впускного воздуха, неисправность контура, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD-2, с 1996 года выпуска, это может включать, но не ограничивается, транспортными средствами от BIG, Chevrolet, Ford, GMS, Mercedes-Benz, Opel и так далее, хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Если код P0640 был сохранен в вашем автомобиле с OBD-2, это означает, что модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаружил неисправность в цепи управления нагревателем впускного воздуха. Нагреватель всасываемого воздуха обычно состоит из нагревательного элемента, который становится работоспособным при подаче напряжения на батарею, повышение температуры воздуха на впуске стабилизирует распыление топлива и помогает испарять любую влагу, которая может присутствовать, более теплый воздухозаборник также способствует большей эффективности использования топлива. Нагревательный элемент воздухозаборника представляет собой стационарную металлическую решетку, которая на самом деле становится красной при нагревании от батареи, когда нагревательный элемент впускного воздуха светится горячим воздухом, он проходит через него и вокруг него и значительно нагревается. PSM использует данные, вводимые датчиками температуры воздуха на впуске IAT, чтобы определить, правильно ли работает нагреватель воздуха на впуске, использование воздухонагревателя ограничено. Транспортные средства, в которых используется нагреватель впускного воздуха, обычно имеют датчик IAT да и после нагревательного элемента, так что PSM может эффективно контролировать работу нагревателя впускного воздуха. Если PSM не обнаруживает разницы между температурой всасываемого воздуха после его прохождения через нагревательный элемент всасываемого воздуха, будет сохранен код P0640 и может загореться индикатор неисправности MIL, в большинстве случаев для освещения MIL требуется более одного цикла зажигания с ошибкой. Типичный воздухозаборник, какова серьезность этого кода неисправности? Коды температуры воздуха на впуске должны классифицироваться как строгие и рассматриваться как таковые, код P0640 может сопровождаться различными признаками управляемости, особенно при холодном двигателе, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0640 могут включать, снижение эффективности использования топлива, грубый холостой ход при холодном старте, проблемы вождения в холодном состоянии, другие коды IAT. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода могут включать в себя, неисправный или отсоединенный датчик температуры воздуха на впуске неисправное реле или предохранитель воздухонагревателя, замкнутая или открытая проводка или разъемы, сгоревший нагревательный элемент впускного воздуха, плохой PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неисправностей P0640. Вам понадобится несколько инструментов для успешной диагностики кода P0640. Потребуются диагностический сканер и цифровой вольт, о-метр, DVO-M, а также инфракрасный термометр с лазерной указкой, надежный источник информации об автомобиле также будет необходим. Вы можете использовать источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеней технического обслуживания «ТСБ», который соответствует автомобилю, двигателю, симптомам и кодам, указанным в вашей ситуации, если вы найдете подходящий «ТСБ», он может помочь вам быстрее диагностировать код P0640. Используйте источник информации о транспортном средстве, чтобы получить диагностический блок-схемы, электрические схемы, виды лицевого разъема, схемы контактов разъема, процедуры, спецификации тестирования компонентов. Начните с подключения сканера к диагностическому порту автомобиля и извлечения всех сохраненных кодов и соответствующих данных стоп-кадра, запишите эту информацию на случай, если она понадобится вам позже, после очистки кодов, затем очистите коды и выполните тест-драйв автомобиля, пока не произойдет один из двух сценариев, A-код не может быть сброшен, и PSM переходит в режим готовности, B-код сбрасывается если возникает сценарий A, вы имеете дело с прерывистым кодом и условиями, которые его вызвали, возможно, придется ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз. Если сценарий B происходит, продолжайте с шагами, перечисленными ниже. Шаг 1 Выполните визуальный осмотр всей связанной проводки и разъемов, проверьте предохранители и реле источника питания нагревателя впускного воздуха, сделайте ремонт по мере необходимости, если проблем не обнаружено, перейдите к следующему шагу. Шаг 2 Используйте диагностические блок-схемы, схемы соединений, виды на поверхности разъемов, схемы выводов разъемов и спецификации, процедуры тестирования компонентов из вашего источника информации о транспортном средстве, чтобы проверить напряжение, массу и сигнальные цепи датчика IAT. Шаг 3 Активируйте систему подогрева впускного воздуха и найдите разъем подогревателя впускного воздуха, проверьте напряжение аккумулятора и заземления, если напряжение не обнаружено, проверьте системные предохранители и реле, следуя процедурам и спецификациям производителей. Если заземление не обнаружено, проверьте соответствующие заземления на блоке двигателя или шасси если цепь замкнута, напряжение аккумулятора и земля, перейдите к следующему шагу. Шаг 4 Начните с проверки напряжения датчика, обычно 5 вольт, и заземления на разъеме датчика IAT, если напряжения нет, используйте DVO-M, чтобы проследить цепь до соответствующей клеммы разъема PSM, если на этом выводе нет напряжения, предположите, что PSM неисправен, если на контакте разъема PSM есть напряжение, устраните разрыв цепи между PSM и разъемом датчика IAT, если заземления нет, проследите цепь обратно к центральной точке заземления и при необходимости выполните ремонт, если на разъеме датчика IAT обнаружена земля и напряжение, перейдите к следующему шагу. Шаг 5 Используйте инфракрасный термометр для определения фактической температуры воздуха на впуске, да и после нагревательного элемента на впускном воздухе, поток данных со сканера покажет, какая температура, или степень напряжения, вводится в PSM, сравните информацию о напряжении и температуре, находится в источнике информации о вашем транспортном средстве, чтобы определить, нормально ли работают датчики IAT. Если IAT и все системные цепи функционируют, подозревайте дефект программирования PSM или PSM. Если сканер обнаруживает иррациональное IAT, например, минус 38 градусов, когда температура окружающей среды намного выше, подозревайте, что произошла ситуация разомкнутой цепи, отключенные датчики IAT распространены после того, как элемент воздушного фильтра проверен, обслужен. Субтитры создавал DimaTorzok